МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Омбудсмен все решит. В России появился бесплатный защитник при спорах по ОСАГО. Основная причина рака легких – это курение. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с этой погубной привычкой. Дагестанская клубника. Как ее выращивают? Наши корреспонденты побывали в Кизлярском районе и даже поучаствовали в сборе урожая. Автолюбители избавят от судебных споров. С 1 июня в России право водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен. Если переговоры автовладельца и страховой компании зашли в тупик, вместо судебных разбирательств регулированием споров будет заниматься финансовый уполномоченный по правам потребителей в сфере страхования. К нему стоит обращаться в случае, если на письменное обращение в организации был получен отказ. Он рассмотрит обращение в течение 15 дней и решение направит как гражданину, так и в страховую компанию. Готовность к летнему сезону, качество предоставления услуг в сфере туризма и обеспечения безопасности. Эти и другие вопросы накануне обсудили на совещании. В обсуждении приняли участие министр по туризму и народным художественным промыслам Расул Ибрагимов, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, глава муниципальных образований, руководителя туркомпании. Во время рабочей встречи Расул Ибрагимов отметил, что с каждым годом растет количество туристов и размер платных услуг. Увеличивается число занятых в этой области. Также министр рассказал о проекте создания туристических площадок в местах массового посещения туристов в Казбековском, Буйнакском, Мунцикульском и других районах. Контейнеры уже доставлены из Санкт-Петербурга. Это мобильное кафе с установками, со всеми условиями. Первые монтажные работы идут, поскольку дубки на смотровой площадке. В целом проект планируется завершить уже в июле 2019 года. Отметим, что по поручению главы Дагестана Минтуризмом ведется работа по разработке самого крупного в республике туристского маршрута «Легенда Дагестана». В этот тур включены более 100 популярных объектов. Сегодня всемирный день борьбы с курением. Ежегодно в мире от болезней, связанных с этой вредной привычкой, умирают 6 миллионов человек. Из них почти полмиллиона в России. Не секрет, что самостоятельно бросить курить очень трудно. Врачи считают курение не просто пагубной привычкой, а серьезной зависимостью. О том, что с ней можно справиться, расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Волкис, ну погоди, крокодил Гена, отец дяди Федора из Простоквашино. Несмотря на то, что детям всегда говорили о том, что курить вредно для здоровья, в детских советских мультфильмах мы не раз видели курящих персонажей. Так выросло несколько поколений, воспринимая это как нечто обычное и даже модное. Врачи говорят, курение убивает примерно половину тех, кто познакомился с табаком в подростковом возрасте и не расставался с привычкой в течение жизни. Доказано, чем ниже возраст курящего человека, чем он раньше изначально начал курить, то выше риск развития заболеваний. И этот молодой человек уже станет злостным курильщиком, он в дальнейшем уже никогда не сможет бросить курить. А никотин – это сильнейший яд, который воздействует на наш организм и влияет на многие органы. Рак легких, хронический бронхит и шимическая болезнь сердца – это лишь малая часть их пагубных последствий, которые возникают при употреблении табака. Каждая сигарета, каждая затяжка – это, по сути, небольшой шажок в могилу. Причем идти туда в одиночку не получится, ведь рядом с курящим всегда находятся его близкие, семья, друзья и коллеги. А ведь известно, что пассивное курение значительно ухудшает здоровье. Курящие люди, они немного в своем формате, они такие эгоисты. Хотелось сейчас закурить, они курят. Им безразлично, на здоровье окружающих. А многие мужчины наши позволяют курить дома. Если бы они беспокоились за здоровье своей семьи, своих детей, чтобы они росли здоровыми, хотя бы могли бы курить вне помещения. Ровно шесть лет назад в нашей стране вступил закон о запрете демонстрации табачных изделий. Но исчезнув с прилавков магазинов, сигареты никуда не ушли из нашей жизни. Люди курили и курят. Вот только платить за вредную привычку теперь нужно больше. К примеру, средняя цена пачки сигарет составляет 100 рублей. В месяц это 3000, в год 36000 рублей. На эти деньги можно уехать в отпуск за границу или купить хороший смартфон. Штрафные санкции продавцам, наказание за курение в неположенном месте, устрашающие предупреждения на упаковках. Все для того, чтобы прервать последовательность событий, вызванных первой затяжкой. Первой сигаретой. Результаты антитабачного закона в стране впечатляют. Хочется отметить, что на сегодняшний день есть положительные сдвиги. Вы уже сами видите, практически курящих очень мало. Надо должны отдастся вот этой пропагандой, задачей, которые были поставлены государством перед правительством, перед всеми нашими учреждениями. Значительную роль, по словам депутата, здесь играет и религия. И не только потому, что сигареты наносят непоправимый урон здоровью, но и потому, что курение запрещено исламом. У нас очень хорошо, значит, этому вопросу нам помогает муфтият республики, что это действительно вредно. Они наравне, значит, общественной организацией, значит, работали с нами и работают на сегодняшний день. И везде, значит, это все говорят, во всех мечетях там все это, то, что, значит, курить, то, что пить, значит, спиртные, значит, это вредно. Не только там для здоровья, но это харам. Поэтому это тоже очень хорошо влияет на людей, на молодежь там и на остальных тоже. За плечами дедушки Амара Схаба полвека спортивной жизни. Утренняя зарядка, пробежка. С этого начинается каждое утро Аксакала. Первую сигарету закурил в молодости, в армии. Там же и бросил. С тех пор, вспоминая Амара Схаб Амаров, у него появилась тяга к занятиям спортом. Мне сейчас 82 года. На армию я курил махурку. Тайком курил. Отец меня дугал, бил. Армия, седьмой месяц я бросил курить. Там подрался с савдийскими ребятами, второем. А я проиграл. Из-за этого я бросил курить, я их добил потом. Как можно глотать, это яд. Этому человеку я доверяю, кто курит, пьют тем более. Это яд, там ничего нет. Ветеран личным примером старается пропагандировать здоровый образ жизни. Я говорю, иду, увижу молодой человек, даже такой возраст тоже. Соломарик, дай, пожалуйста, мне курить. Он мне дает оттуда, я говорю, это дай. Это я бил, я вот так делаю, это твой врань в руку. Ой, это смерть твой. Не кури, это гадость. Ты чего хорошего найдешь. В России действуют сотни бесплатных центров профилактики табачной зависимости. Все, что нужно, лишь решить для себя, что табаку не место в вашей жизни. И 31 мая – самый подходящий день, чтобы бросить курить и расстаться с этой вредной привычкой навсегда. Зумруд Гамидова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Бахчевики Дагестана наносят колоссальный урон сельскохозяйственным землям. Большое количество жалоб поступило в Россельхознадзор республики. По словам жителей Карабудахенского и Ногайского районов, полиэтиленовая пленка, оставленная на полях после сбора урожая, травит плодородную почву. Выехавшая на место специальная комиссия подтвердила факт. Земля сельскохозяйственного назначения захламлена. На протяжении всего поля виднеются рваные фрагменты целлофана. Такое безответственное отношение к земле наносит значительный урон плодородному слою почвы и создает серьезные проблемы для использования этих территорий по прямому назначению. Как отмечают специалисты, ранее на этой территории были посажены бахчевые культуры. После сбора урожая пленка так и осталась в поле и теперь расстилается на многие километры вокруг. По итогам проведенного рейда в отношении виновных лиц составлены протоколы, предусматривающие штраф до 700 тысяч рублей. Ответственный шаг – самостоятельность, выбор жизненного пути. Под таким названием в Центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для несовершеннолетних. Были представлены около 45 вакантных мест для трудоустройства во время летних каникул. Сегодня у нас были помощники поваров, помощники садовников. То есть вся та работа, которая не запрещена трудовым кодексом. И время на труд отведено от 2-х до 4-х часов. Основная цель ярмарки – это вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность на время летних каникул. На ярмарке представлены вакансии для подростков, желающих трудоустроиться во время летних каникул. Определиться с правильным выбором помогали работники биржи труда. В ярмарке приняли участие около 300 подростков и в том числе 50 детей стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Мы можем только отобрать всего лишь 4 человека. Дальше будем давать им путевку в жизнь и профпригодность дети будут получать, стажируясь у нас. О своих вакансиях на ярмарке заявили 7 работодателей Махачкалы. В Дагестане в самом разгаре клубничный сезон. Сочную ароматную ягоду собирают на территории практически всех равнинных регионов республики. В селе с говорящим названием «Вперед» Кизлярского района тоже стараются не отставать и радовать дагестанцев сладкой клубникой. Поучаствовала в процессе сбора урожай и наш корреспондент Карина Баталова ей слово. Ловкость рук и никакого мошенничества. Считанные секунды и вся спелая клубника с кустика оказывается в таре. При должном старании и помощи в разгар сезона Рамазановы за день собирают 25 ведер этой сладкой ягоды. Для семьи Марии это дополнительный заработок. Муж и дочь работают в школе. Она сама медсестра. На 20 сотках сада выращивают клубнику уже больше двух десятилетий. Основная часть товара идет на продажу. Были мысли полностью оставить работу и перейти на клубничный бизнес, увеличить территорию или как-то серьезно заниматься? Не было, потому что это адский труд. Это, так кажется, легко с огородом. Мы всего два месяца отдыхаем в году. Зимний январь, февраль, наверное. До декабря мы здесь работаем. Если чуть-чуть запустимся уже. Летом зарастает, высыхает. Весной надо вовремя прополку делать, полить. Это нелегкий труд. Сестра пришла помогать. Говорит, ни клубнику не хочу, ни денег не хочу за нее полученные. Очень тяжело собирать. Отказываться от выращивания клубники Мария не намерена. В основном из-за любви к земледелию. Дочь взглядов не разделяет, но все же активно помогает в саду. С самого детства Эльмира занималась прополкой и сбором ароматной ягоды. Тонкости выбора лучших плодов ее конек. Все, когда приезжают к нам, Эльмира подбери нам клубнику. Они знают, что я знаю, которая из них будет вкуснее. А какая вкуснее? Можешь зрителям вот такую подсказку? Вкуснее? Но в этом сорте именно те, у которых хвостики кверху и вот здесь вот белые точечки, они бывают вкуснее, чем обычные. Ну, нежели вот такая вот, которая вниз хвостики смотрит. Ярко, свежо. Если она, как правило, если она лежит один день, она уже темнеет. Она бывает уже тусклее. Вот, как вы видите, с грядки, да, она более ярче. Сейчас в Дагестане, как и на участке Рамазановых, в основном выращивают и продают сорт кардинал. В отличие от своего предшественника Виктории, более мелкой, но ароматной и сладкой клубники, кардинал лучше переносит дорогу. Поэтому так любим фермерами. Учитывайте, что вам важнее – форма или вкус. И выбирайте, исходя из сорта плодов. Я тоже решила поучаствовать в сборе клубники. Попробуем, каково это, сложно ли. Для себя в этом деле я уяснила, что главное – это быть внимательным и не пропустить клубничку. Ведь так она перезреет, и товар пропадет. А еще очень играет роль жара, солнце, то, что ты все время должен быть на корточках. В общем, в следующий раз, когда я буду есть клубнику, я буду понимать, насколько это нелегкий труд. В советское время в селе вперед масштабы выращивания клубники были в разы больше. Возили даже в центральные регионы страны. После распада колхоза каждый начал вести хозяйство самостоятельно. Теперь для многих жителей этого населенного пункта клубника – основной источник дохода. В последнее время, по словам отца семейства Рамазановых, появились неожиданные конкуренты. Сейчас вот разговоры есть, в Чечне везут бесконтрольную клубнику, совершенно гербицидами обработанную. Сами перекупщики для себя у нас покупают периодовскую, а для перепродажи база без стенок – это. Проблема большая. Селение, которое этим и жили цели семьи, может остаться вообще без дохода. Сами Рамазановы ничем не обрабатывают свои растения, поэтому на клубнику нередко нападает прожорливая капустница, слизь и муравьи. В этом году кустики ягоды поразила болезнь. Она не опасна для человека, но губительна для рассады. В следующем году ее придется высаживать по новой. А пока Рамазановы не отчаиваются и продолжают сбор, ведь до конца клубничного сезона осталось не больше недели. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, Телеканал ННТ, Кизлярский район. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова